Пульс дня на RTN в студии Артем Андросов. Здравствуйте. Давайте вместе подведем итоги этой пятницы. Начинаем. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит Антонио Гутерриша в Украину из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС в Казани. Об этом сегодня сообщило агентство Фрэнс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в окружении главы государства. Информацию об этом также позже подтвердили и в офисе президента. После Казани Гутерриш хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Так что Гутерриша здесь не будет, в частности из-за унижения здравого смысла и международного права в Казани, сказал источник агентству Фрэнс Пресс. В МИД Украины указали, что встреча Гутерриша с Владимиром Путиным, диктатором страны, развязавшей войну против соседнего государства, вредит репутации международной организации. Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира, отметили представители украинского ведомства в соцсети X. Глава компании SpaceX, Tesla и X Илон Маск регулярно общается с Владимиром Путиным, начиная с конца 2022 года, пишет сегодня газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова нескольких действующих и бывших чиновников из США, Европы и России. По данным издания, во время бесед Маск и Путин затрагивают личные темы бизнес и геополитическую напряженность. Газета отмечает, что сведения о контактах Маска с Кремлем, судя по всему, тщательно охраняемый секрет, даже в самом правительстве США. Не все знают об этом. Один из собеседников Wall Street Journal заявил, что властям США не нравятся контакты Маска и Путина, но Белый дом не делает бизнесмену никаких предупреждений из-за возможных нарушений. Контакты Илона Маска с российским диктатором, отмечает издание, беспокоят некоторых сотрудников действующей американской администрации, поскольку Соединенные Штаты рассматривают Путина как одного из своих главных противников. При этом у Маска есть допуск к определенной секретной информации, а также деловые связи с американскими военными и разведывательными службами. О том, что Илон Маск говорил с Владимиром Путиным в октябре 2022 года сообщал американский политолог Ян Бреймер, который тогда сослался на разговор с самим бизнесменом. Бреймер утверждал, что по словам Маска Путин готов к переговорам при условии, что Крым останется российским, Украина будет нейтральной и признает аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также, говорил Бреймер, Путин в разговоре с Маском упомянул возможный ядерный удар в случае вторжения Украины в Крым, а Маск отметил, что нужно сделать все, чтобы избежать такого исхода. После заявления Бреймера Илон Маск публично сообщил, что да, разговаривал с Путиным, но лишь раз, примерно в апреле 2021 года, а тема их разговора был космос. По информации The Wall Street Journal, в 2022 году помимо Путина Маск также начал общаться с высокопоставленными российскими чиновниками. Среди тех, с кем он разговаривал, оказался первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, рассказал источник издания. О чем говорили Маск и Кириенко, неясно. Источник отметил, что беседы состоялись, когда Кремль оказывал давление на бизнес Маска и неявно высказывал угрозы в его адрес. Газета привела один пример публичного давления. В мае 2022 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Илону Маску придется отвечать по-взрослому из-за того, что Пентагон поставлял системы Starlink бойцам Азова в Мариуполе. В конце 2023 года, рассказал газете бывший сотрудник российской разведки, Путин попросил Маска не активировать свой спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем. Источник утверждает, что Путин выступил с такой просьбой, чтобы сделать одолжение лидеру Китая, Си Цзиньпину. Разговоры Илона Маска и Владимира Путина продолжались в том числе и в 2024 году, когда бизнесмен начал критиковать власти США за военную помощь Украине и стал участвовать в предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа, утверждают бывший и действующий представитель разведки. Илон Маск, конечно же, не ответил на просьбы Wall Street Journal о комментарии. Представитель Пентагона отказался также комментировать вопросы, связанные с допуском, проверкой или статусом какого-либо лица. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил изданию, что у Путина и Маска состоялся всего один телефонный разговор, в котором они обсуждали космос. Между тем, Международный уголовный суд заявил, что Монголия нарушила римский статут, когда отказалась выполнять просьбу суда и арестовывать на своей территории Владимира Путина, в отношении которого действует международный ордер на арест. В заявлении суда, выпущенном накануне, сказано, что Монголия, отказавшись арестовать Путина и передать его суду, не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям римского статута. Государства-участники и государства, признающие юрисдикцию суда, обязаны арестовывать и выдавать лиц, на которых выданы ордера, независимо от их официального положения или гражданства. Монголия препятствовала суду осуществлять свои функции и полномочия, подчеркнули официальные лица. Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с судом, говорится в заявлении, оценку произошедшего даст Ассамблея государств-участников Международного уголовного суда. Макдональдс пытается сдержать ущерб после вспышки кишечной палочки, связанной с бургерами Quarter Pounder, которая привела к смерти одного человека и заразила почти 50 других, из-за чего в среду компания сняла этот продукт с меню в ресторанах в нескольких штатах. После консультирования с регулирующими органами, включая CDC, USDA и FDA, мы приняли меры по удалению луковых слайсов, которые используются в бургерах Quarter Pounder из ресторанов в отдельных штатах. Мы также временно убрали Quarter Pounder из меню в этих штатах. Это решение является для нас непростым шагом. Важно отметить, что большинство штатов и большая часть меню не затронуты. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, инфекция поразила людей на Западе и в среднезападных штатах, причем 10 человек были госпитализированы с серьезными осложнениями. Представитель Макдональдс сообщил, что вспышка ограничена территорией Соединенных Штатов. Инкубационный период для кишечной палочки обычно составляет 10 дней. И последний зарегистрированный случай, насколько я помню, был на прошлой неделе. Проблема в том, что есть и другие случаи. Обычно со временем число случаев увеличивается. CDC и Макдональдс проверяют поставки луковых слайсов и говяжьих котлет от базирующейся в Чикаго компании в попытке установить источник заражения. Профессор пищевых наук университета Гуэлфа Кит Уорренер поясняет, что лук может быть заражен еще на поле, когда навоз крупного рогатого скота, содержащий кишечную палочку, попадает в воду, а затем и в лук. Уорренер добавил, что изменение климата может способствовать росту подобных случаев, вызывая увеличение количества наводнений и удлиняя срок жизни патогенов, таких как кишечная палочка, при повышенных температурах. Чаще всего кишечная палочка живет в организме крупного рогатого скота. Она не причиняет вреда животным, потому что у нее есть специальные механизмы закрепления. Однако скот производит навоз, который потом попадает в пруды и используется на полях. Кишечная палочка очень устойчива и легко может выжить на поле с луком. Макдональдс исключил Quarter Pounder из меню в пятой части своих 14 тысяч ресторанов США, включая заведения в Колорадо, Канзасе, Юте, Вайоминге, а также в некоторых районах Айдаха, Айовы, Мизури, Монтаны, Небраски, Невады, Нью-Мексико и Оклахомы. Ранее вспышки кишечной палочки в крупных американских сетях фастфуда приводили к оттоку клиентов на месяцы. Но клиенты Макдональдс выражают доверие компании и государственным процедурам безопасности. Я не испытываю беспокойства по поводу Макдональдс. Не могу сказать, что ем там постоянно, но я работаю в сфере общественного здравоохранения и знаю, что они выявили проблемные продукты, изъяли его с прилавков. Уверена, что они делают все возможное для обеспечения безопасности. Есть стандарты качества для общественного питания, и все обязаны им следовать. Так что это может быть просто единичная проблема с луком или что-то подобное. В общем, я не переживаю. Сейчас короткая реклама на RTN, после которой мы вернемся и продолжим выпуск.